Таня, как остановить внутренний диалог? Утомляет. Надо разобрать все ваши диалоги в голове, с кем вы разговариваете. У меня тоже утомляло очень сильно. Я иногда уснуть не могла, постоянно с кем-то разговаривала. Мне казалось, что это очень важно, проговорить это. Вот я бы это сказала, я бы то сказала, а вот тут бы я вот так сказала, а вот тут так, а тут надо было вот так ответить этому человеку, а вот тут сделать это. И я просто сходила с ума. Но потом я стала просто разбирать это все с каждым человеком до конца в своей голове, и постепенно у меня пропали внутренние диалоги, и я ни с кем не разговариваю сейчас вообще в своей голове. И у меня или монолог идет, или ничего не идет, или тихо. А если человек имеет в виду внутренний диалог с самим собой? Это диалог все равно с самим собой. Это и есть внутренние диалоги, когда мы постоянно с кем-то размышляем о чем-то. Диалог – это два. Ну, хорошо, монолог. Вот ты говоришь про монолог, а… Монолог – это голос разума, это другое немножко, это вот просто, но другое. Может ли монолог упомлять? Нет, нет, она имеет в виду, когда внутри говорилка. А говорилка – это вот эти все незавершенные коммуникации с людьми. Вот я этого послал нахер, но мы не проговорили. И оно будет все равно висеть в воздухе, пока это не будет прояснено хотя бы для тебя или для другого человека до ясности. Ясности намерения, ясности того настроения, из которого было сказано. Оно все равно висит где-то, как такая штука, которая фонит. И это у всех людей чаще всего так и остается. Висеть эти незавершенные коммуникации, они как бы просто перегружают сознание. Ну, в какой-то момент нервная система не выдерживает. Потому что, ну, это надо все-таки заканчивать, в общем, убирать это все надо из головы своей. И все диалоги с кем, которые когда были, начать прям до конца проговаривать, разбирать, прояснить со всеми людьми, кто есть в вашей голове, эти коммуникации, и тогда оно остановится у вас. А всяческие медитации на остановление внутреннего диалога? Нет, это не рабочая тема. Это все равно оно вернется. Заряд же остался, куда он денется? Вот у тебя есть этот заряд внутри тебя. Он есть. У тебя есть какая-то энергия, которая до конца не была отдана. Испугался сказать, не сказал, сдержал себя. Подумал, что это бестактно. Подумал, что так начальнику нельзя сказать. Нельзя так сказать кому-то еще, священнику так нельзя сказать. Папе так нельзя сказать. Маме. И все вот эти вот купированные хвосты начинают висеть в голове. И все, и в итоге трэш. То есть, по сути, если опять вернуться к этому же вопросу про медитацию, то это, скорее всего, работает в моменте, да? Пока я медитирую, там что-то. Ну да, оно работает. Я умею с детства просто сидеть, как кошка, смотреть на стену и вообще ни о чем не думать. Не знаю, откуда у меня это. Я могу останавливать всю речь, как бы просто вот так сидеть и все. Ничего у меня не будет. Но когда я опять вернусь в эту ситуацию, она же осталась в подсознании, она будет фонить. И она будет через других людей на меня выскакивать. Или еще как-то, пока я не разберу ее. Истинное освобождение разума – это когда мы разобрали именно вот этот поток говорения. Кто говорит, кто неудовлетворен там внутри сознания. Дорогие друзья, привет! Сегодня мы записали последний урок моего курса «Вечный». Какое-то время я буду отдыхать, потому что это было большое приключение и большая нагрузка для меня. Во-первых, я вам всем благодарна, что вы были со мной. И я подумала, что было бы здорово вам сообщить, что ближайшая активность, на которой мы с вами можем встретиться, это будет мое участие в самой крутой конференции по саморазвитию тайного сообщества. Она будет проходить в январе. С 3 по 10 января в один из дней я выступлю с уроком «Гениальная сексуальность». И я научу вас, как с помощью вашей жизненной энергии раскрыться в разум и стать гением. Вам всю жизнь запрещали быть сексуальной, проявлять свою сексуальную энергию, говорили, что это плохо, грех, что все это нельзя делать. А я вас научу, как быть очень, очень чувственными, иметь живые нижние центры, низы, и в то же время уметь ими управлять настолько, чтобы стать гениями. И я уверена, что вам понравится это. До встречи!